А теперь не о самодельных устройствах, а о тех, что производится масштабно. Электронные сигареты в нашем регионе вскоре могут оказаться под запретом для продажи несовершеннолетним. На очередном заседании Саратовская областная дума одобрила соответствующую инициативу прокурора региона Сергея Филипенко. Планируется также ограничить свободную продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Более подробно об этом и других важных для региона и его жителей решениях, которые приняли сегодня областные парламентарии, расскажет Анна Антонова. Пока я не буду говорить конкретно по каким магазинам, но уже есть такие магазины, где помимо всего прочего, что мы можем перечислить, что там может быть в этих составах, находятся спайсы. А резкая критика общественников в адрес так называемых вейпов нашла поддержку сначала в прокуратуре, а позже и на законодательном уровне. Областные парламентарии поддержали инициативу надзорного ведомства запретить продажу несовершеннолетним энергетиков, пусть даже и безалкогольных. А также электронных сигарет, которые сейчас реализуются буквально на каждом шагу. Предлагается на территории всего нашего региона внести запрет продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, а также жидкости для электронных систем этой доставки. Документ, внесенный прокурором области, еще предстоит обсудить досконально. Другую же тему уже подробно разобрали на площадках профильных комитетов с участием экспертов, юристов и общественников. Закон о лишении лицензии недобросовестных управляющих компаний принят Государственной думой. В регионе есть необходимость нести ряд поправок. Депутаты предлагают ограничить выданную лицензию на 45 лет. Времени вполне достаточно, считают депутаты, чтобы доказать, что компания качественно выполняет свою работу. Но если за это время будет выявлено хотя бы одно нарушение, исход неминуем. Сейчас есть много случаев подделки протоколов общих собраний. Есть неоплата ЖКУ, то есть со стороны управляющих организаций люди платят за жилищно-коммунальные услуги, а эти деньги не доходят уже со стороны управляющих компаний к собственникам. Также есть уголовные дела, поэтому, чтобы не ждать двух нарушений решения суда, мы предлагаем за одно грубое нарушение, которое повлекло возбуждением уголовного дела или тяжкие составы преступлений, и лишать сразу же управляющие такие организации лицензии. За качеством работы управляющих организаций следит Государственная жилищная инспекция. По решению депутатов орган наделили дополнительными полномочиями. Теперь ревизоры будут проверять не только работу управдомов, но и следить за капитальным ремонтом многоквартирного жилья.